Да, друзья мои, ситуация немножко усложнилась в том плане, что я выхожу на другое пространство, познакомилась с Катериной. И сейчас это пространство начинает какую-то борьбу против меня. И то, что я рассчитывала на что-то, это начинает проходить какое-то сопротивление. Я хотела бы узнать, стоит ли мне тратить силы, энергию для каких-то дел, или, может быть, в перспективе совершенно другое, может, вообще просто нужно всё оставить и положиться на волю Бога. Вот как я сейчас это делаю, я просто отпускаю всё, все мысли из головы. Голова чистая, спокойная, состояние и умиротворённая. И давайте посмотрим, что из этого мы увидим. Вопрос. Относительно чего? Относительно завтрашнего дня, как нам быть, как не быть, нам уже быть, потому что мы завтра выезжаем из этого чудесного гостевого дома. И хотелось бы узнать, что на завтрашний день нам расскажут. Да, но я бы хотела, чтобы ты сфокусировалась. И мы уже делали расклад относительно завтрашнего дня. А у тебя был вопрос более конкретный относительно человека. Человека, да, который пообещал, но потом делает некоторые шаги назад. Просто стоит ли с ним связываться или нет. Итак, как зовут этого чудесного американца? Джеймс Бронштейн. Который пообещал помочь Татьяне и мне, но вчера он как-то странно отреагировал на просьбу Татьяны. И тем самым, скажем так, вызвал наше недоумение относительно своего вот такого, я бы даже сказала, немножко неуравновешенного поведения. И мы смотрим, что в основании карты, в основании ситуации. Новое видение. Карты говорят, что его реакция была такой для того, чтобы открыть тебе новое видение. Чтобы ты не зациклилась на нем, потому что ты его переросла. У тебя 12-й аркан – это большой духовный рост с новым видением, новые горизонты. Но причина, почему так случилось? А, ты, будучи в стрессе, будучи невольной, играла игру, что ты счастлива, что ты счастливый, скажем так, клоун, которому все нравится, и у которого радушная жизнь, он живет. Ну, я всех развлекаю, пытаюсь людям сделать удовольствие. Да, на самом деле, испытала некий стресс, но благодаря этому стрессу открылось новое видение. Но карта была перевернута, она говорит, что еще новое видение не открылось, что мы еще не добрали вибрации. Да, да, да. Мы смотрим, что же у нас находится в первопричине. Ты знаешь, король воды, некий человек, который очень благородный, он поможет, но пока эта карта закрыта. Мы сегодня сделаем обязательно вечером женские практики, чтобы открыть короля воды, того благородного мужчину, который примет нас, потому что нам сейчас негде остановиться. И какой-то благородный, просветленный мужчина с открытым сердцем. Потому что наш ковер, цветочная поляна, наши стены, сосны-великаны, наше небо, наше крыша небо голубое, наше счастье. Жить такой сливой, как и с бременских музыкантов. Прекрасно, да. Бременские, мы сейчас бременские музыканты, друзья мои. Да здравствует бремя и музыка. Что же у нас в прошлом? Опять проекции, мы отрабатывали какие-то кармические задачи. Вот я сейчас поставлю так камеру, чтобы вам было видно, что происходит у нас на столе, как выглядит колода. Какие-то проекции, которые мы отрабатывали, где, возможно, мы не ценили себя, недооценивали, и так же откликалось общество. Но мы сейчас смотрим, что же в голове у Татьяны. Вот такая карта. Ты представляешь, карта повторяется. Она говорит о том, что разум поедает всю энергию. То есть беспокойный разум, который находится in trouble. Мы смотрим, что же нас ждет в будущем. Татьяна. О, Боже, существование. Прекрасная леди, которая медитирует на лотосе. Лотос – это символ просветленного ума. Это символ мудрости, гармонии в проживании жизни. И эта женщина смотрит на звезды, что может быть выше и что может быть возвышеннее. И вот такая медитация на звезды – это то, что ждет Татьяну. Это спокойное жизнепроживание, но именно через служение в рамках духовных практик. Потому что это именно леди, которая учит женским практикам через медитацию и своему созерцанию на звезды. То есть нужно соединиться со своим женским началом. И, соответственно, звезды придут в вашу жизнь, и вы сами звездой станете. Карта опасения. Давайте посмотрим, что здесь. Ага, она перевернутая. На самом деле карта – идти вовнутрь. Карта говорит о том, что почему вы боитесь делать медитацию на внутренний голос, на интуицию. Идите, и вам пространство подскажет. Сейчас и сделаем. Да, мы, пожалуй, сейчас сделаем вечернюю медитацию. Дальше мы смотрим карту под названием «Окружение». Что же видит окружение? Удивительно. Но оно воспринимает нас как пробужденных, как просветленных, как духовных учителей, которые ничего не боятся и идут вперед, созидая себя и пространство вокруг себя, и людей, которые их обучают. Наша мечта – рыцарь огня. Прорваться – это реализация, это карьера, это достижение целей, это вот такая карта. Вот посмотри, какая она стремительная. Удача, радость. Да, стрела. Должая через огонь. И в итоге на данном этапе, что опять карта говорит о прошлой жизни. То есть сейчас мы подводим итог определенного колеса сансары и, соответственно, уравновешиваем свои долги с прошлой жизни, с жизнью текущей. И сбрасываем какие-то оковы, какие-то программы и перерождаемся. Поэтому карта перерождения связана с кризисами, но совсем скоро единичка существования, божественная обитель и медитация. Ну что ж, весьма достойная. У меня есть второй вопрос. У тебя есть второй вопрос? О, пресвятая дева, сколько? Но я ей отвечу уже тремя картами. Хорошо, это недолго. Потому что мы понимаем, что это получается, вот с этим вопросом, как это идет и что к чему. Но если уже из этого вопроса следует другое, что ждет в Лос-Анджелесе. И нужно ли нам спешить туда, как бы, в Лос-Анджелесе и как бы... Хорошо, а какие варианты? Хорошо, варианты те, что встретим ли мы там этого рыцаря воды? Задай вопрос один конкретный, да, чтобы я ответила тремя картами, на которых будет указано, что было, что сейчас и что будет. А ждет ли нас в Лос-Анджелесе этот рыцарь? А, вот так. Что нас ждет в Лос-Анджелесе? Что было до того? Паш воды, да, очень хорошая интуиция и предчувствие, и какие-то вести, истечение обстоятельств, и даже какая-то... Это может быть энергия человека, Паш воды, какие-то люди, что-то поспособствовало этому. Это очень в позитивном аспекте и очень радужно. Сейчас есть некие опасения. С одной стороны, мы видим свет в конце тоннеля, какую-то удачу, но есть какие-то ограничения в виде металла. Есть какие-то опасения относительно постороннего. Туда ли идем, не туда ли идем. Потому что у нас есть выбор, мы можем остаться в Сан-Диего, можем перебраться в севернее. Как бы вот что? А на севернее это что? В Лос-Анджелесе есть севернее у нас. Это немножко на север, по пятому фривейру, по пятнадцатому. Хорошо. И в итоге что же будет? Карта Ноша. То есть определенные обязательства, которые нужно будет выполнять. Вот это ближайшие три дня. То есть Ноша, это какие-то договоренности, обязательства. Вот на данном этапе сформировано именно вот такое поле. Но завтра будет следующий день. И уже будет следующая вибрация сознания. Потому что мы сейчас делаем женские практики, которые непременно помогут нашим мыслям, так называемым пираньям, усмириться и успокоиться. И уже следующий расклад будет совсем другим, более, скажем так, перспективным. Но это нормально. А почему нет? Тут, в принципе, все идет как надо. Потому что у нас есть какие-то опасения. Это нормально? Определенно. Конечно. Есть еще какой-то вопрос? Нет, спасибо. Может быть, относительно того мужчины, у которого мы хотим остановиться в Калифорнии? В Лос-Анджелесе. Отлично. В Лос-Анджелесе. Итак, что предшествовало? Сравнение, что вы где-то похожи, где-то ваши судьбы похожи. В чем-то. Может быть, он такой же ответственный, благородный. Очень ответственный, да. Да. И только у тебя стремительный рост, как у бамбука. А он дуб, который более стабильный. У него есть какой-то ресурс. Что в текущей ситуации? Ага. Нужно проявлять терпение. И тебе воздастся стористы. То есть, беременная леди – это леди, которая вынашивает дети, идеи, проекты. Это обычно один символ. Это очень много, может быть, проектов новых. А может быть и беременность. А может быть, какое-то наполнение какими-то знаниями, информацией. Но карта называется терпение. И что в перспективе? Вау! Это потрясающая карта. Это храбрости. И на самом деле цветок – это символ зарождения нового. Это тоже может быть бизнес-проект. Потому что вообще все, что связано с травой и деревом – это всегда знания, информация, трансформация и развитие какого-то бизнеса. Либо воспитание детей. Но здесь, смотри, как все в зеленом цвете. То есть, это какое-то развитие, это самый лучший вариант. И либо что-то будет предложено. То есть, он будет такая ситуация, что ты забеременеешь его идеями. Он так много тебе даст вот этой жизненной силы в виде так называемой спермы. То есть, ну, это аллегория, конечно же. То есть, этот человек так много тебе даст, что ты почувствуешь себя вот такой вот наполненной. Он тебя наполнит. И в результате родится какой-то проект, какое-то видение. Прорастет какой-то цветок и даст потрясающее цветение. А может, это в прямой беременности? Если ты готова, то мы будем каждый день вести эфиры и сопровождать твою беременность. Спасибо. И это лайф-шоу будут смотреть во всем мире, не только в Калифорнии. Спасибо, Катюша. Я вас тоже люблю. До скорых встреч. Пишите свои вопросы. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok